кстати хотела вам сказать что во время экскурсии вы можете писать ваши комментарии ваши вопросы я постараюсь их замечать и на них отвечать но в любом случае в конце экскурсии мы с вами немножечко задержимся чтобы если я что-то не увидела смогла ответить на ваши вопросы вот ставрополь у нас вот все всех очень рада видеть из алматы даже до из казахстана есть зрители отлично и я сейчас тогда перевожу уже камеру перевожу камеру на из чехова отличный многие уже я смотрю были в париже и мы сейчас с вами начнем нашу экскурсию уже на самой вершине холма монмартр архангельск у нас подсоединился отлично и на самой верхней точке холма монмартр находится великолепная базилика сакра кер базилика святого сердца иисуса да вот смоленская область нас тут присоединилась коми отлично вот и а прежде чем я вам начну рассказывать о базилике я вам хотела показать какой великолепный вид у нас открывается когда мы находимся вот на этой самой верхней точке холма посмотрите я вам сейчас покажу париж весь у ваших ног таковите бесплатная смотровая площадь кстати сейчас у нас под вечер выглянуло солнышко очень много людей такой как видите амфитеатр зрительный зал и там внизу я сейчас приуличные музыканты такая вот красивый такой красивый вид открывается то есть даже можно не подниматься на эйфелеву башню отсюда вот вы все практически видите не уже отсюда вы видите что париж он выдержан в одной этажности то есть ничего не выпячивается средняя высота здания где-то около 30 метров единственное что сейчас мы вдалеке увидим торчит башня монпарнас который была построена в 1972 году а так видите париж выдержан в одной этажности и на самом деле в париже несколько холмов но мы с вами находимся на одном из самых известных холмов монмарки вот вдалеке кстати мы видим такая стеклянная крыша фуникулер это единственный фуникулер в париже но он правда сейчас временно закрыт из-за карантина и посмотрите вот отсюда я вам сейчас покажу базилику сакры кер и может показаться что этой церкви 400 500 лет до такой она выглядит достаточно старый но на самом деле это не так в прошлом году отмечалось 100 лет с того времени как она была освещена то есть ее осветили в 1000 в 1919 году а начали строить в 1875 году был заложен первый камень и эта церковь посвящена всем жертвам которые пали во время франко-прусской войны и что мы с вами видим на главном фасаде посмотрите в нише вы видите расположена и фигуры иисуса христа который как бы да благословляет всех с высоты птичьего полета и вот ближе ко мне о извините мы скажем справа до справа мы видим сами на картинке мы видим фигуру жанны дарк жанна дарк была канонизирована в 1920 году и для верующих французов католиков она является самой почитаемой католической святой а слева мы видим фигуру короля ледовика 9 ледовика святого единственный король который был канонизирован и мы видим в одной руке его находится терновый венец иисуса христа потому что именно этот король приобрел эту реликвию и до пожара терновый венец хранился в нотр-даме но сейчас его временно перенесли в лувр и сайте вот этой базилики и кстати буквально недавно открыли но я сейчас там проверяла связь а мне очень хорошая связь поэтому мы с вами вовнутрь не пойдем чтобы у нас вдруг не было проблемы со связью а так она открыта и это базилика на втором месте по посещаемости после нотр-дама но сейчас на первом учитывая то что да нотр-дам вообще закрыт и по идее вот когда вы приедете в париж будете здесь гулять вы можете даже подняться вот посмотрите на главный купол туда ведет лестница 300 ступенек и вход в базилику бесплатной а подъем на вот этот главный купол он находится на высоте еще 70 метров а стоит 10 евро вот эту базилику создавал а французский архитектор а поль абади и она в таком видите построена византийском стиле в основе греческий крест пятикупольный и специально удлинили центральный купол а чтобы эта базилика не казалась а приплюснутой с подножья холма вот а мы друзья сейчас я вам кстати покажу может быть лучше да на фотография если вдруг кто-то не был на монмарке вот посмотрите вот так она выглядит но я специально начала прямо сверху да потому что мы бы как она выглядит но я специально начала прямо сверху да потому что мы бы потеряли время пока поднимались а а я вам хочу побольше сегодня всего показать и это базилика построена из известняка также как практически все в париже но этот известняк он более такого светлого оттенка практически белого и этот известняк обладает таким свойством что при соприкосновении с водой камень намокает потом когда он высыхает выступает такая белесая пленочка поэтому вот например в отличие от нотр-дама этот храм выглядит более белоснежным но видите известняк а в то же время он как губка впитывает весь смог и видны такие черные потеки но периодически фасады чистят такой существует пескоструйный способ очистки когда под большим напором можно все это почистить но это дорого и в общем это не так часто делается мне кажется даже в этом есть какой-то свой шарм согласитесь и вот посмотрите рядом с базиликой сакры кер находится еще одна церковь эта церковь святого петра на монмартре это одна вообще из самых старых церквей в париже самые старые на монмартре 1147 года то есть такого такой же год основания как и москва вот раньше на монмартре находился во время французской революции аббатство было уничтожено аббатис указнили на гильотине церковь тоже пострадала и уже восстанавливали после революции и кстати жители монмартре эта церковь святого петра даже любят больше чем базилику потому что все таки базилика она относительно новая до новый новый храм они считают что вот в этой церкви святого петра более такое намоленное место я вам хотела показать северную часть в северной части находится колокольня и в этой колокольне самый тяжелый колокол франции он называется соваяр он весит 19 тонн один язык его весит 850 килограммов и он звонит во время служб воскресных служб праздничных служб кстати видите не обычно что алтарь в этой церкви находится на севере мы как бы сейчас с вами видим такие полукруглые часовни и как раз вот в глубине в этой части северной части находится алтарь потому что конечно по правилам алтарь должен располагаться на востоке а эту церковь строили поздно когда в общем-то не столько думали об ориентации а сколько думали чтобы открывался красивый вид с подножья холма и вот эта особенность не была учтена тут спрашивают насчет экскурсии да вот на модератор пишет мой инстаграм вот можете переходить на него там есть мои контакты елена тире нижняя гид париж гид пэрис вот и да я провожу экскурсии потому что у нас сегодня с вами экскурсии где-то будет час 15 обычно экскурсия занимает по времени где-то 2 часа 2.30 и конечно же с гидом интереснее гулять и правильно делаете что вы надеетесь выехать потому что у нас уже с 1 июля открывают границы внутри зоны шенгена и я думаю все-таки не за горами что с другими странами снг тоже границы будут открыты так что все-все приедете обязательно посмотрите мы сейчас этого ракурса хотела показать эту великолепную базилику а с этой стороны вот эта церковь святого петра а вот а мы сейчас с вами друзья а продвигаемся вглубь холма потому что вот иногда туристы которые сами здесь гуляют и они думают что ну вот монмартр это наверное только базилика иногда даже после базилики уходит нет не в ту сторону и попадает в арабский такой париж вот и я вам сейчас покажу где надо гулять чтобы увидеть все самое интересное кстати почему вот этот квартал называется монмартр вообще само название монмартр состоит из двух частей мон переводится как гора или холм вы знаете что в альпах есть самая высокая точка альп гора монблан белая гора а мартр восходит к латинскому корню мартиус что означает мученик то есть холм мученика и вот по легенде в 252 году нашей эры здесь был казнен святой дионисий он был первым епископом парижа проповедовал христианство и ему здесь римляне отрубили голову потому что римляне в то время были язычниками сейчас вам немножко покажу еще вот такой отсюда очень красивый вид тоже боковой открывается на базилику посмотрите какая красота и поэтому монмартр дословно переводится как холм мученика вот этот видите центральный купол о котором я вам говорила в него можно подняться ну а мы сейчас с вами пройдем на площадь художников потому что монмартр он всегда ассоциировался особенно у иностранцев именно с таким да местом где обитает богема где обитают художники и вот тут уже один нас ждет и в общем это не случайно потому что именно на этом холме в середине 19 века начали селиться художники кстати почему они или именно выбирают именно это место дело все в том что монмартр в то время он был такой знаете деревне то есть он даже не являлся частью парижа и художники здесь селились а чтобы сэкономить потому что здесь комната комнату снять квартиру там чашка кофе тарелка супа все стоило дешевле чем допустим в районе оперы там или в каком-то там квартале сен-журмен-де-при и многие художники они при жизни влак ли жалкое существование и вот чтобы сэкономить они селились а на монмартре видите до сих пор здесь очень много галерей да вот максим пишет что подруга приехали по повела на кладбище монмартр я вам немножко тоже про это кладбище расскажу и видите вот в эти галереи свободный вход вы можете входить любоваться все продается ну цены конечно в таких галереях не очень низкие но они осуществляют и доставку в любую страну у нас видите еще пока многие кафе закрыты открылись и сейчас кафе те у которых есть место где расположить столики на улицах потому что внутри если например нет террасы внутри кафе не работают и вот я вам хотела показать такую улочку посмотрите тут видите художники тоже уже современные занимаются современным творчеством такая настенная живопись street art конечно они не могут рисовать там на каждой улице на каждом доме но здесь вот им разрешено это делать вот а мы сейчас с вами уже с другой стороны увидим церковь святого петра да конечно когда вот у нас кафе открыли так когда у нас открыли кафе по-моему с 11 и нет 11 еще нет со 2 июня открыли кафе и конечно город немножко ожил потому что было все очень вообще грустно все было закрыто сейчас хоть какое-то движение ощущается вот у нас кстати в прошлую субботу открылся на версаль 25 июня открывается эфелева башня а 6 июля открывается уже лувр я вам с другой стороны хотела показать эту церковь святого петра мы туда не можем с камерой зайти но я вам сейчас открыто открыт центральный портал центральный вход у меня тоже видите я вам всем привет передаю и хотела вам показать как она выглядит внутри посмотрите видите она построена в стиле ранние котики не такая высокая но тут в отличие от базилики сакра кер алтарь повернут на восток как и положено и жители монмартра эту церковь вообще считают самой красивой в париже я вам уже говорила и вот посмотрите рядом мы тут говорили про кладбище монмартра она немножко с другой стороны находится во дворе этой церкви находится еще одно кладбище но кстати самая маленькая в париже и уже закрытый тут не хоронят называется кладбище кальвер распятие и из известных людей там похоронен скульптор жан-батист пигаль может быть вы слышали недалеко кстати внизу монмартра есть площадь пигаль пляс пигаль такое знаете в русском языке это название стало немножко именем нарицательным такой немножко квартал там красных фонарей я бы сказала парижа бульвар клиши который находится между площадью пигаль площадью бланш вот но мы с вами будем гулять по приятным местам мы не пойдем в квартал красных фонарей там не так интересно да вот у нас все скучают по парижу мы тоже соскучились по туристам вас ждем с нетерпением хотя знаете парижане немножко были такие возмущались и да что вот очень много туристов но сейчас конечно все поняли как плохо без туристов все стоит так что все вас ждут вот а мы сейчас с вами вышли на площадь художников площадь пляс тертер и все с каждым разом сюда прихожу она все больше и больше оживает потому что прям было буквально два художника сейчас их уже больше сейчас я вам их покажу я думаю они не будут против и такие видите тут тоже террасы кафе конечно многие кафе которые выходят на эту площадь они туристические но можно посидеть там что-то выпить бокал вина кофе чай ну и в принципе еда тоже не кажется невысокая гастрономическая кухня но достаточно вкусно я спросила мадам можно ли я засниму потому что они банджур они иногда сегодня меня одна мадам не понравилось что я снимала хотя и не и снимала ответе художники кстати мы с вами видели на улице художника но на улице работают те у которых нет лицензия на площади именно профессиональные сидят художники у которых есть лицензия они причем могут описать каждый в своей технике но обязательно должны сдать экзамен кстати у него тут какая-то вырезка из газеты про жака ширака может быть я не знаю зачем он ее оставил может быть он когда-то рисовал жака ширака этот художник вот кстати портрет в среднем я думаю может быть они даже сейчас снизили цены мерси банджур на портрет в среднем стоит где-то 40 50 евро ну вот сейчас там пару рисует возможно и побольше но с другой стороны я думаю они сейчас будут снижать чуть-чуть цены то что вот этот уличные которого я вам раньше немножко показала я слышал он вообще женщине там за пять евро даже предлагал но уличные они знаете чем непредсказуемы мы не знаем что они там нарисуют у них говорят вообще два типа портрета мужской и женский эти цены не они объявлены потому что в принципе тут с ними можно со всеми сейчас и раньше тоже можно было торговаться а сейчас особенно какой-то музыкант здесь сейчас сниму один наушник может быть вы чуть-чуть услышите музыку а я вам хотела показать вот посмотрите да кстати вот это выражение увидеть париж и умереть оно что означает что когда вы попадаете в париж вы все посмотрели и потом куда бы вы не поехали вас уже не вас очень сложно будет удивить потому что вы были в париже и после парижа ну мало да какой город вас может так вот удивить в приятном смысле вот и посмотрите друзья мы с вами подошли кафе который называется ля мэр катрин именно здесь было создано первое бестро видите туда же есть табличка на русском языке что в 1814 году банджур а 30 марта здесь были наши казаки с александром первым и такая легенда что наши казаки вбегают вот в это кафе начинает стучать кулаком по столу и говорить водки быстро быстро да быстро требовать водки и поскольку во французском языке нет звука и таким образом на французский манер возникает первое бестро правда там у французских лингвистов есть своя версия но это не важно какая их версия потому что хозяева кафе предпочитают именно версию с казаками именно ее они озвучили на своем фасаде вот хотела вам еще тут нескольких художников показать банджур с киже по фильме с киже по фильме мерси вот эти вот эти мне чем нравится на площади тем что вы уже можете видеть как они рисуют и видите вот тоже два художника портретиста разная техника но мы видим результат вашей работы потому что я говорю вот у этих уличных мы часто этого результата не видим здесь вот такие видите они прям все колоритные тоже вот такого плана видите картины карикатюристы банджур банджур сава банджурные некоторых я тут уже знаю водки водки быстро уже хочу в париж мы тоже хотим чтобы вы скорее все приехали да кстати кто жил из художников на монмартре здесь жил ван гог хотя ван гог он был голландским художником смотрите какой он сейчас машинку покажу он был голландским художником и видите по парижу ходят такие ситроенчики старые тур можно вот такой обзорной экскурсии на такой машинке правда нет на русском языке экскурсии там есть на на всех иностранных кроме наверное русского но зато можно с ней сфотографироваться прокатиться есть булочная конечно не самая такая известная но тоже неплохая тут у них и пироженки вот а в этой части пекут блинчики эти крэп с разными начинками солеными и сладкими да и я вам начала рассказывать что на монмартре жил ван гог ван гог был голландским художником и про него его современник сказал что ван гог должен был сойти с ума или превзойти нас всех и в общем-то сбылось и то и другое потому что сейчас ван гог это один из самых дорогих художников в мире то есть наверное нет ни одной до его картины которые бы там стоило меньше 100 миллионов должен был сойти с ума или превзойти нас всех и в общем-то сбылось и то и другое потому что сейчас ван гог это один из самых дорогих художников в мире то есть наверное нет ни одной до его картины которые бы там стоило меньше 100 миллионов но и с ума он сойдет то есть у него были психические расстройства и когда на монмартре он жил два года но он также жил на юге франции в городке арль тоже туда лазурный берег он снимал комнату с полем гогеном и однажды между ними произошел произошла ссора то есть они скорее всего там были под воздействием галлюциногенного напитка абсента да вот про тулузова трека нам виталий пишет я вам тоже сейчас про него расскажу и он себе отрезает мочку уха даже есть такая версия что это гоген ему отрезал мочку уха и ван гога помещают в психиатрическую больницу видите тут каждая улочка очень колоритная причем монмартр не перестраивали во второй половине 19 века в отличие там допустим от района оперы района елисейских полей и он как бы остался законсервированным вот в начале 18 века хотела вам показать здесь еще одно известное кафе ресторан называется ле консуля и вот посмотрите здесь есть такая вывеска что в этом ресторане бывали пикассо сеслей диас ван гог то лус латрек моне марису трело что вуди аллен в 1907 в 1997 году снимал фильм все говорят что я люблю тебя но на самом деле эта вывеска здесь выглядит немножко нагловато почему потому что эти художники они жили везде они были они жили здесь и они бывали в любом кафе в любом кабаке и подобные вывески можно вывешивать на любом заведении и этим кстати пользуются многие хозяева этих заведений чтобы привлечь клиентов и вот посмотрите рядом с консуля находится еще один известный ресторан ля бон франкет и здесь тоже есть вывеска что здесь смотрите кто у нас тут был диас писаросис лейдега сезанту лус латрека которым вы сейчас уже вспомнили ренуар монезу ля и что именно во внутреннем дворике этого ресторана ван гог напишет свою знаменитую картину о гангет которая хранится в музее орсе так что видите многие это все вывешивают что касается вот несколько слов до тулузи латреки тулус латрек он был из очень богатой аристократической семьи в отличие от многих других бедных художников которые жили на монмартре бонжур и но из-за того что его родители были ближайшими родственниками они были двоюродным братом и сестрой кузеном и кузиной у него там подростковом возрасте начнет развиваться генетическая болезнь у него он был такой знаете немножко уродец у него он рос туловище было взрослого мужчины ноги не росли в общем но ноги остались вот в том виде когда он был подростком и он был таким уродцем тоже жил здесь на монмартре такой такой вел немножко разгульную жизнь посещал мулен руш мулен руш находится внизу холма монмартра у подножия обсказала и он создавал афиши для мулен руш и он умер рано так же как и ван гог в тридцать семь лет от сифилиса и от пьянства на руках у своей матери кстати друзья хотела вам показать один из автопортретов ван гога который находится в чикаго и посмотрите здесь хотела вам показать мельницу которую мы тоже с вами сегодня увидим вообще на монмартре о ком речь это я говорила от улузи латреки который тоже жил на монмартре но в отличие от ван гога от ренуара у него все было у ван гога тоже была разгульная жизнь они тут в принципе все гуляли кстати друзья почему они здесь гуляли потому что здесь было вино здесь было очень много вина здесь было много виноградников и вино монмартра не облагалась пошлиной поэтому здесь можно было гульнуть вот тоже картина ван гог вот эта картина, если кто-то у нас есть из Москвы, находится в Москве в музее изобразительных искусств имени Пушкина. А это вот Звездная ночь находится в музее Орсе. И вот посмотрите, вот это один из последних автопортретов Ван Гога, ему здесь 37 лет, то есть это буквально за несколько месяцев до своей смерти он его напишет. И посмотрите, каким он выглядит, да, старым, исхудавшим, похудевшим. Он, кстати, очень много писал автопортретов, и вообще говорят, что автопортрет для художника это как автобиография для писателя, то есть он пытался копаться в себе, и он очень много писал автопортретов. Но с другой стороны, это, конечно, можно еще объяснить и тем, что у Ван Гога, у него, конечно, не было денег, да, на натурщиц, то есть это тоже может быть причина. А мы, друзья, с вами подошли к знаменитому розовому домику. Он так и называется La Maison Rose, где, вот смотрите, отсюда мне просто нравится, обожаю этот вид. Каждый раз, хоть я его миллион раз уже видела, но он меня все равно каждый раз впечатляет. Посмотрите, какая красота. И в этом розовом домике тоже находится ресторанчик, кафе, причем он, видите, такой маленький, что когда этот домик открыт, они столики прямо на улице выставляют. Да, и Моне, Клод Моне тоже здесь бывал на Монмарте, он, правда, здесь не жив, но он бывал. Ренуар здесь тоже бывал, я об этом вам расскажу. А этот домик прославит еще один художник, которого звали Морис Утрело. Морис Утрело, он был сыном Сюзан Валандон. Сюзан Валандон, она была натурщицей у Ренуара, она была тоже художницей. И вот этот Морис Утрело, он станет художником, и он нарисует этот розовый домик. Он очень много рисовал улиц Монмартра, и сейчас его картины в основном находятся в музее Оранжри, который практически находится напротив музея Орсе. Да, вам тоже спасибо за внимание. А мы сейчас с вами, друзья, немножечко спустимся вниз, чтобы посмотреть знаменитые виноградники на Монмартре. Вообще, раньше вокруг Парижа было очень много виноградников. Виноделием в основном занимались монастыри, но в начале 20 века вот эти дома, которые мы тут с вами видим, вот они примыкают к этому розовому домику, это в основном дома 20-30 годов 20 века. И такой, знаете, такой период урбанизации, нужно было строить много жилья, и многие виноградники были вырублены. И вот здесь на Монмартре, я вам сейчас хотела показать, сохранился небольшой клочок виноградников. Тут растет сорт винограда Гоме и Пино Нуар. Из этого винограда делают вино. Вино изготавливается в мэрии. Мы сейчас с вами находимся в 18 округе. Я сейчас просуну свой телефон, потому что виноградники – это частная собственность, они закатная беседка, увитая плющем. Нет, это дикий виноград. И изготавливают вино, причем каждая бутылка пронумерована. Бутылки 0,5. Раньше это вино можно было купить только на аукционе и за большие деньги. Но сейчас это вино, оно в принципе тоже стоит недешево. Бутылка 0,5 стоит 50 евро. Хотя это вино не может соперничать с винами Шампани, Долина Луары, Бургундскими, винами Бордо. И вообще про это вино ходит слава диуретика, мочегонного средства. И даже, знаете, придумает Монмартра, пьешь его и пьешь, 2 пинты выпьешь, бочку отольешь. Да, то есть 2 пинты это литр, бочку отольешь. Так что за 50 евро вы можете купить, не знаю, даже 4 бутылки хорошего бургундского шабли в магазине. Ну это просто как вот коллекционерам, кто коллекционирует вино. И вот посмотрите, я вам рядом хотела показать, тут есть еще одно кабаре, называется Оляпан Ажиль у ловкого кролика. Это кабаре больше напоминает, помните, у нас такая была раньше дача, кабачок, 13 стульев. Вот это такого же плана, то есть там они поют французские шутки, прибаутки. Туда, конечно, я рекомендую пойти тем, кто знает французский, иначе будет неинтересно. И вот здесь, напротив этого кабаре, еще мы видим одну каменную стену, увитую плющом. И здесь находится еще одно кладбище, но это не кладбище называется Монмартра, а кладбище Святого Винсента, где похоронен как раз вот этот Морис Утрила. Так, вот я вижу, что вы меня спрашиваете, что у нас с вирусом. У нас как бы идет сейчас снижение всех показателей, но Париж все еще остается в оранжевой зоне. То есть всю Францию поделили на несколько зон. Самые такая благополучные зоны это зеленые, это в основном вся, вот если мы Францию поделим на две части, вся западная часть это зеленая зона. Париж был в красный, сейчас перевели в оранжевую зону. И зоны они распределяют в зависимости по заполняемости мест в реанимациях. Но как бы к счастью все идет на снижение, хотя были опасения, что вот когда людей выпустили, будет вторая волна, потому что все хлынули на улице, в парке, тут можно сказать друг на друге сидят. Вот, но к счастью этого не произошло. Вот, а мы сейчас с вами, вот эта улочка очень красивая, но там я проверяла не очень хорошая связь. Мы сейчас с вами по другой стороне пройдем, еще раз полюбуемся розовым домиком. Да, вот тут Эльнара спрашивает о Рудольфе Нуриеве. Рудольф Нуриев, он жил в Париже, он был директором оперы Гарнье. То есть, представляете, два наших соотечественника были директорами парижской оперы. Это Сергей Лефарь, Лефарь был родом из Киева, и Рудольф Нуриев, и он жил напротив Лувра. На другой стороне, там набережная Вольтера, у него была шикарнейшая квартира. Я живу не в Париже, я живу в пригороде. Мне где-то ехать 20 минут на электричке до Триумфальной арки и 30 минут до оперы. Я как бы живу рядом, может быть, вы слышали такой городок Сен-Жермен-Ан-Ле, где родился Людовик XIV. То есть, я как бы живу между Парижем и Версалем. Вот еще раз мы с вами проходим стенды, посвященные Ван Гогу. Кстати, вот модератор тут пишет мой инстаграм, вы можете переходить, там вас ждет много всего интересного, в том числе и обо мне, и о других экскурсиях, ну и вообще известных личностях. Я, кстати, писала недавно и про Нуриева, писала пост про русский Париж. Потому что вот я вам сейчас рассказала, что здесь на Монмартре были казаки, но вот я недавно писала пост о том, что если вы посмотрите на карту Парижа, вы тут увидите целую кучу русских названий. То есть, тут есть улица Москва, улица Санкт-Петербург, Петра Первого, Невы, Одессы, пригород Малаковка, это как Малахов курган в Крыму, бульвар Севастополь, площадь Сталинград, мост Александра Третьего. Тут, видите, очень красивая галерея керамики. Всегда у них очень классно все украшено. Вот, а мы сейчас с вами... Да, вот спрашивают про музей Ван Гога. Смотрите, у нас как бы отдельно музея Ван Гога нет. Музей Ван Гога есть в Амстердаме, но у нас есть музей Орсе, и там есть достаточно хорошая коллекция Ван Гога. И вход в этот музей, вы, наверное, вот кто пишет, кто не нашли вход, вы, наверное, пытались войти со стороны сены, а там вход сбоку. Да, вот некоторые люди в масках, но у нас в городе не обязательно в масках на улице ходить, обязательно только в общественном транспорте. Там даже полиция проверяет, если не будет маски, штраф 135 евро. И, друзья, я вам сейчас отсюда покажу Эйфелеву башню. Я очень надеюсь, что вы ее увидите, потому что Эйфелева башня, она немножко как бы находится не по центру, вот где мы были с вами, да, вот эта смотровая площадка, а она находится на юго-западе. Так, сейчас мы ее с вами попытаемся увидеть. Все-таки сейчас вроде бы видимость достаточно хорошая. Сейчас мы будем с вами разглядывать Эйфелеву башню. Посмотрите, видите вот этот дом, и вот выглядывает башня. Видите башню? Параллельно с домом, который вот впереди дом, такая там интересная мансарда, крыша стеклянная. Напишите, пожалуйста, вы видите башню? Потому что я даже вот через свой экран вижу, хотя я не всегда ее вижу. Иногда, когда у нас туман, не видите, да? Может быть, вы не туда смотрите, вот посмотрите, где знак, как бы нет проезда. И получается, вот видите, да, я думаю, что некоторые просто не туда смотрят, вот где дом, между вот этим фонарем со знаком и ближе к дому башня. Не видите? Не видите? Постарайтесь увидеть ее. Получается, справа от дома. Видите? Отлично! Ну, я рада, что вы практически все очень... Да, она отсюда кажется маленькой, но представляете, вот хоть 18 округ, где мы с вами находимся, это не самая дорогая часть Парижа. Но многим повезло, кто здесь живет, потому что вот у кого квартира находится на верхних этажах и обращены на юг, они практически все видят Эйфелеву башню. И тут я вам хотела показать, такая, видите, настенная живопись. Недавно появилась, мы видим с вами Делиду слева, а справа Эдит Пиаф. Что касается Делиды, то Делида похоронена, как раз вот кто-то из вас, да, писал про это кладбище Монмартр, она похоронена на кладбище Монмартр. Я вам про нее расскажу, мы даже увидим ее дом с вами, а рядом мы видим Эдит Пиаф, тоже известная французская певица. Эдит Пиаф похоронена на кладбище Перлаше. И вот это, видите, знаменитый кабаре Мулин Руш, но Мулин Руш немножечко внизу находится, далековато отсюда. Я вам говорила, что Мулин Руш в свое время посещал Тулус-Латрек. Кстати, Мулин Руш, также как и Эйфелева башня, возникла в 1889 году. В прошлом году Эйфелевой башне Мулин Руш исполнилось 130 лет. И Мулин Руш станет одним из тех мест, где впервые начали танцевать танец Канкан. Вот, отлично, многие из вас увидели башню, а мы сейчас с вами немножечко спустимся вниз. И я вам хотела показать площадь одного французского писателя, который жил на Монмартре. Это площадь Марселя Эмэ, и на этой площади мы увидим с вами один из самых знаменитых памятников. Один из самых знаменитых памятников, который называется «Человек, проходящий сквозь стену». И вот этот Марселя Эмэ, он как раз создаст эту книгу. К сожалению, книга сама не была переведена на русский язык, но, может быть, кто-то из вас смотрел фильм, который был снят в ГДР. Его перевели на русский язык. Он так и называется «Человек, проходящий сквозь стену». И пока мы идем к памятнику... Так, кто-то пишет, что нет звука. Так, друзья, напишите, пожалуйста, у вас все нормально со звуком. Может быть, это у Рустама что-то, какая-то проблема только со звуком. Отлично, да, Рустам, проверьте, это, наверное, у вас какая-то возникла проблема. О чем идет речь в этой книге, если кратко о ней рассказывать. На Монмартре живет один мужчина, ему примерно 40 лет. Его зовут Дютиель. Он работает бухгалтером. Он не женат, у него нет детей. И однажды, когда он находился в своей квартире, у него вдруг погас свет. И он вышел на лестничную клетку, чтобы устранить поломку. Вернулся домой, и тут он понял, что он прошел не через дверь, а он прошел через стену. Да, спасибо большое, что все вы слышите отлично. Кстати, вот в этом месте, может быть, чуть-чуть будет размытая картинка, потому что здесь иногда проблемы со связью. Я даже не буду сейчас подходить, спускаться вниз к этой площади, а я вам этот памятник покажу отсюда. Друзья, вот смотрите, у большинства звук есть, так что я думаю, у кого нет, это, наверное, у вас что-то может быть с интернетом или со связью. Вот видите, вот этот памятник человеку, проходящему сквозь стену. В общем, он проходил сквозь стены, работал в бюро, но потом он подумает, а что я работаю, я ведь могу грабить банки. Он начнет грабить банки. Полиция там будет сбиваться со всех ног в поисках загадочного вора. Но он не оставлял никаких следов. Я вам вкратце рассказываю, потому что это длинная история. И, в общем, однажды он гулял по Монмартру, влюбится в одну женщину. Первый вечер к ней проникнет в дом. В общем, все у него получилось, проход через стену. И второй вечер, когда он будет проникать к ней в дом, он понял, что он застрял в стене. То есть он так неожиданно лишился этого дара. И вот по мотивам этой книги Жан Морре. Помните актера Жана Морре, красавчика Жана Морре, который в фильме Фантомас, граф Монте-Кристо. И вот Жан Морре по мотивам этой книги создал этот памятник. То есть это именно он автор этого памятника. И это написано на брючине с другой стороны. И даже написано на одной из плиточек стены, которая более крупного размера. И считается, что Жан Морре здесь изображает своего близкого друга Жана Кокто. Потому что Жан и Морре любили женщины во всем мире, а он любил мужчин. И это вот его был близкий друг. Кстати, Жан Кокто очень известный человек. Он дружил с Пикассо, он дружил с Дягилевым. И, наверное, Жан Кокто, создав этот памятник, хотел показать что человек несмотря ни на что идет к своей цели к своей мечте и посмотрите здесь мы с вами на стене до одни же жан это кстати как иван по-русски поэтому жан это достаточно распространенное имя во франции так же как вот у нас да сейчас может быть не моды на иванов но у нас тоже была мода на иванов и видите тут попа изображена грудь потом обезьянка вот с другой стороны головы этого человека но это уже добавили нынешние художники то есть это не имеет никакого от них первоначальному замысла автора а в этом прекрасном доме я надеюсь он вам тоже понравился мне он очень нравится здесь жил как раз вот этот марсель м это автор этой книги человек проходящий сквозь стену я сейчас кстати во время карантина нашла в ютюбе этот фильм пересмотрела его он такой забавный на русском языке есть вот посмотрите не очень длинный там где-то на полтора часа он еще черно-белый вот получите удовольствие и вспомните наши про к нам очки люди там такая решетка слева небольшой кинотеатр и такая решетка там внутренний двор за этим домом за вернее за этой решеткой в глубине находится дом в котором живет лилуша чинец французский режиссер он снял я вам тоже рекомендую этот фильм если вы не смотрели получите большое удовольствие мужчина и женщина с вами выйдем к знаменитой мельнице кстати если нам повезет вот буквально на прошлой неделе я здесь гуляла и здесь снимали еще один фильм потому что ну в париже вообще часто снимают фильмы и чаще всего наверное на монмартре то что тут видите такие декорации даже ничего не надо придумывать тут просто весь город это сплошные декорации и как раз в этом фильме который тут снимали может быть мы сейчас даже увидим эту съемку они еще не закончили снимается сын клода лилуша я правда не помню его имя но тоже фамилия лилуш у него и посмотрите мы сейчас с вами вышли к знаменитой мельнице которая называется лепешечная мельница млендуля галет и на монмартре раньше было очень много мельниц но до наших дней сохранилось только две вот одну мы сейчас с вами видим а другую другую мы наверное не увидим сейчас я попробую поднять повыше телефона там немножко над кустами видны крылья другой мельницы и в 1861 году здесь была создана модная танцплощадка и завсегдатайме вот этой танцплощадке она кстати находилась не внутри как бы сейчас тут видите внутри ресторанчик она находилась и там такая открытая была площадка был ренуар и ренуар напишет свою знаменитую картину бал в лепешечной мельнице вот кстати на фасаде на синем фасаде вот этого ресторана мы с вами видим фрагменты этой картины да спасибо вам тоже я рада что вам нравится и эта картина находится в музее орсе кстати ренуар который жил на монмартре вообще ренуара можно назвать одним из самых жизнерадостных один из одним их самых жизнелюбивых художников потому что у него тоже к сожалению также как и ван гога была не очень счастливая такая творческая карьера он очень много писал и часто его картины просто продавались за какие-то копейки то есть к нему слава уже придет под конец жизни но его наверное можно назвать спасибо большое за ваши сердечки мне очень приятно его можно назвать самым жизнерадостным самым жизнелюбивым художником в плеяде этой этих художников потому что как бы ему не было плохо он никогда на своих картинах не поднимал грустных тем то есть видите у него везде танцы он никогда на своих картинах не поднимал грустных тем то есть видите у него везде танцы веселья какие-то прогулки. И я вам, кстати, хотела вот кратко обратить внимание, тут видите, вот на, сейчас где девушка прошла, на картине изображены мужчина и женщина, которые вот так в танце соединились и смотрят на нас, то есть они как бы позируют, вот видите, они позируют мне и ждут, чтобы я их сфотографировала. Дело все в том, что импрессионизм как движение возникло во Франции. И что такое импрессионизм? Это от английского impression, впечатление. Художники-импрессионисты, они очень быстро писали свои картины, и на них большое влияние оказало изобретение фотографии, потому что что мы делаем, когда мы с вами фотографируемся? Мы пытаемся уловить момент. То есть то, что мы с вами, да, допустим, сделали снимок минуту назад, он уже не будет таким через какое-то там, да, мгновение даже, то есть второй снимок уже все равно не будет таким. Поближе, давайте, я думаю, что там не должна пропасть связь, я поближе подойду. Вот видите, вот это вот как раз пара нам словно позирует. То есть они такие выделены, это просто, это тоже, видите, фрагменты этой картины. Кстати, критики, критики, они не любили импрессионистов, они их критиковали, что еще делать критикам? Они обвинят, значит, Ренуара, что эта картина, она вообще попала в какую-то перепалку, когда он ее там переносил из своей мастерской и покрыта какими-то пятнами. То есть критики не поняли, откуда взялись эти пятна на его картине. Ренуар хотел передать вот этот эффект, называется по-французски, люмьер-попиен, освещение бабочки. То есть когда солнечный свет пропускает, вот видите, сейчас тоже солнышко пропускает лучи, и вот это все бликует на одежде, на лицах. Ну, в общем, в конце концов импрессионисты, они наплюют на этих критиков, потому что даже когда, знаете, проходили какие-то выставки, они картины импрессионистов там вешали где-то повыше, не на уровне глаз, чтобы никто не мог их разглядеть. И со временем импрессионисты начнут устраивать свои отдельные выставки. Вот, а мы с вами вышли на улицу Липик. Это самая длинная улица на Монмартре. Она, кстати, спускается, мы немножко с вами другой дорогой пойдем, я вам что-то еще хотела интересное показать. А она спускается к Мулен-Руш, и вот именно на этой улице Липик жил Ван Гог. Вот видите, такой красивый вид открывается на мельницу. А мы сейчас с вами, смотрите, будем по какой узкой улице идти. Видите, еще опять художники озаруют. Тут, я говорю, можно каждую неделю ходить. Тут, видите, какого-то, вот я не видела, несколько дней назад была, не видела здесь этого человечка появился, и появляется что-то новое. И мы сейчас с вами по этой улице выйдем к дому, в котором жила Далида. Помните, она, вот я вам показывала, как раз был изображен ее портрет. Помните, она пела песню «Пароли, пароли, пароли». «Пароли» переводится как «Слова». Да, то есть слова, слова, одни слова. В общем, что ты мне вешаешь лапшу на уши. Вот, и мы сейчас с вами вышли к ее дому. Далида родилась в Египте в 1933 году. Она родилась в семье музыканта. Ее отец, он был даже руководителем национального оркестра в Каире. В Египте, вот ее дом я вам показываю, в Египте она выиграет конкурс красоты. Несмотря на то, что у нее было небольшое косоглазие, когда она родилась, ей была занесена инфекция в глаза. Но, тем не менее, она была, вот мы видели, да, ее портрет был изображен очень красивой женщиной. Потом она переезжает во Францию, начинает заниматься своей карьерой. Она очень успешно будет складываться. Она даже одно время пела в дуэте с Аленом Делоном. Ну, в общем, Далида покорит весь мир, покорит лучшие концертные площадки мира. Но ее женская судьба была менее удачна, потому что у нее там были мужья, были какие-то любовные отношения. Она то сходилась, то разводилась. И под конец жизни она останется одна, у нее не было детей. И она покончит жизнь самоубийством в этом доме. Вот посмотрите, друзья, наверху, где мы видим, такой выделяется козырек слева. Там находится балкончик сбоку. И вот в этой части находилась спальня Далиды. И в 1987 году, я сейчас уже не помню дату, она выпьет смертельную дозу снотворных, запьет коньяком. И когда ее нашли, было уже поздно ей помочь. Вот Анна пишет, я так поняла, что это к дому имеет отношение, да? Почему там решетка или сетка? Просто за сеткой находится терраса. Терраса это где обычно вот такую, да, как бы небольшая часть у дома, где они могут, допустим, разместить барбекю, где они могут там столики, какие-то шезлонги установить. И просто чтобы не было видно, как французы говорят, визави. Да, не было видно соседей, потому что на самом деле, вот посмотрите, тут мы же в городе с вами находимся, тут дома, они все впритык. И чтобы вот любопытные там не сильно рассматривали, такая решетка. И да, вот сверху как раз этого балкончика у нее вид открывался на Эйфелеву башню. Вот я вам хотела показать, тут мемориальная доска есть, что она жила в этом доме. 62-го по 87-й год, и Далиду похоронили на кладбище на Монмартре. Тут, кстати, Дмитрий нам пишет, что правильно змеюку жизнь наказала. Ну да, там вот, например, есть такая история, может быть, вы смотрели фильм, даже это не фильм был, а такой, как сериал. Несколько лет назад на Первом канале показывали, что Далиду, называется он Анна Герман. И там такая история, что Далиду, она выступала на фестивале в Сан-Ремо вместе с Анной Герман. И она была уверена, что песню, которую она исполняла, она ее исполняла в дуэте с одним итальянским певцом, они займут первое место. Но выиграла Анна Герман, и Далиду ее возненавидит. Она, видимо, еще, знаете, приревновала вот к этому другу итальянскому, который был ее любовником. И, в общем, тот бедняжка так сильно переживал, что они не заняли первое место, что когда Далиду войдет, что-то на нас смотрят люди, зайдет в гостиничный номер, который они вместе снимали, он или, вот я не помню, он или повесится, или застрелится. То есть, видите, в ее жизни все так или иначе вот ее подводило к этой черте. И это, причем, была уже вторая попытка самоубийства, потому что первый раз, когда она так сделает, ее вовремя найдут, откачают. И, получается, ей было 54 года. Я, когда училась на гида, наш преподаватель, профессор рассказывал, что он был здесь с туристами вот около ее дома со стороны мельницы, потому что машина въезжает, там еще есть один въезд со стороны мельницы, вот это где улица Липик. И он говорит, мы были с туристами, ну, французскими, и, говорит, подъезжает машина, выходит Даледа. Они, естественно, просто были счастливы увидеть Даледу. Но он говорит, что она такой была уже, знаете, вот уставшая. Она лежала в клиниках, у нее была депрессия. И он говорит, потом мы всем рассказывали, говорит, я всем своим коллегам рассказывала, что встретил Даледу. И вот буквально через какое-то время произошло это самоубийство. Ну, на самом деле, французы, они, если их сравнивать с нашими людьми, они более депрессивны, хотя, ну, они, в принципе, живут, да, в такой красоте. У них вкусная еда, вкусное вино. Вот, и вообще все хорошо. Даже вот во время вот этого кризиса всем платили деньги. Но, видите, у них, видимо, других забот нет, и вот они депрессуют. И я вам хотела показать, здесь есть такой еще домик. Он отличается сильно от других домов. Скандинавский павильон. Этот дом сюда был привезен с выставки 1900 года. Он с выставки 1900 года. Выставка проходила вот где сейчас находится мост Александра Третьего. Большой и малый дворец. Видите, потом павильоны разобрали, а вот этот домик скандинавский так отдельно вывезли. Он так отличается от всех других. Да, машины тут припарковать, это большая морока. У многих, кстати, парижан нет машин, потому что это очень недешевое удовольствие. Если у вас нет паркинга, если вы будете ставить на какой-то подземный паркинг, это дорого. Вот, и поэтому... Тут очень удобный общественный транспорт. И если они даже куда-то хотят поехать, дешевле взять машину на прокат, чем вот иметь машину постоянно, если у вас нет паркинга. Да, я с вами согласна, что они тут заелись, зажрались многие. Вот, поэтому... Их нужно куда-то отправить в Африку, чтобы посмотрели, как народ живет. И мы сейчас с вами дошли к еще одному знаменитому дому. Это большая часть общежития, которое называется Бато-Лавуар. И мы, причем, вот ту часть, которую я вам сейчас показываю, это оригинальное, то, что осталось от этого общежития, потому что здесь был пожар, и другая часть его сгорела. И это общежитие, оно сейчас принадлежит мэрии Парижа, оно его сдает разным людям. И здесь сейчас живет одна такая очень пожилая дама, Николь Вильмзея ее зовут. Ей уже, наверное, около 90 лет. И она жена известного голландского. Он был и художником, и скульптором тоже Вильмзея. Видите, у нее там такой внутри, я не знаю, насколько вам не отсвечивает, немножко такой творческий беспорядок. Но она такая уже прям совсем пожилая. А вообще в этом общежитии мы сейчас с вами подойдем как бы к основной части этого общежития жили такие художники, как Пикассо. И Пикассо жил здесь до 1907 года. И именно здесь, вот в этом общежитии, он создаст свою знаменитейшую картину, которая называется Авеньонские девицы. Вот эта картина сейчас находится в музее современного искусства в Нью-Йорке. Видите, живописные улочки. И вот именно с этой картины начинается его период кубизма. К нему приходит слава. Кстати, на Пикассо большое влияние, да, вот на этот его кубизм, оказало то, что в Париже прошла выставка африканских масок. Потом вот в этом общежитии, сейчас мы увидим эту вывеску Батола Вуар, в этом общежитии жили и Марису Трило, я вам про него говорила, и Сюзан Валандон, вот тоже она была и художницей, и натурщицей у Ренуара. Причем, видите, они жили в очень скромных условиях, то есть тут большое помещение делилось на койко-место, то есть они, можно сказать, чуть ли не за навесочками друг от друга загаживались. Если вы тут будете гулять с детьми, можете жить им понажимать вот на эти циферки, и когда вы нажимаете, загораются разные части, да, вот этого общежития. Тут была всего лишь одна раковина, так что условия были более чем скромные, но сейчас вот эта часть тоже находится в частной собственности, посетить нельзя. И я, кстати, вижу, из вас кто-то пишет про фонтанчик, заметили, какие вы все наблюдательные, молодцы. Я могу взять фотографии. Какое? Я могу взять фотографии. Я могу взять фотографии более чем-то, потому что, в принципе, я снимаю что-то, я снимаю фильм, д'accord? Я буду взять фотографии. Ты т'appелешь как-то? Люк? Нет, Юга. А, Юга. А, д'accord. И ты какой аж? Я 3 и 2. Мальчик, короче, хотел, чтобы я его сфотографировала, но я сказала в другой раз, а то у нас тут прямая трансляция. Вот, да, посмотрите, вы молодцы, что заметили вот этот фонтанчик. Это очень известный фонтан, они разбросаны по всему Парижу, и они называются фонтаны Воллеса. И эти фонтаны были созданы на деньги богатого английского филантропа Ричарда Воллеса. Вот, кстати, видите, там парень, он включил, там некоторая водичка течет, а в некоторых нужно на кнопочку нажать. И он, этот Ричард Воллес, завещает большую сумму денег городским властям, чтобы эти власти в конце 19 века на эти деньги создали источники чистой питьевой водой, потому что в Париже после франко-прусской войны была очень нарушена вот эта система водоснабжения. И в наши дни в Париже очень чистая вода. Вот я в пригороде живу, я не пью из-под крана, у нас не очень хорошая вода, а в Париже очень чистая вода. Тут даже, видите, вот на этом фонтанчике написано, написан ее состав, там сколько магнезиума, кальция, каких-то еще элементов. И в Париже, вот вы можете запросто, когда будете не тратиться на воду, потому что вода здесь дорогая. Если вы будете покупать в бутылках, она стоит, может, там 2-3 евро бутылка. Вы можете каждое утро в отеле, в квартире, если вы будете снимать, наполнять бутылочки. И в любом ресторане, чтобы не тратиться на воду, потому что, если вы скажете, там water, please, да, вам принесут воду, не знаю, за 6, какой-нибудь евро, авиан принесут. Нужно говорить, карафдо. Карафдо, это графин с водой, и вам вынесут графин с чистой, бесплатной водой. Кстати, сами парижане, ну, конечно, за воду я, вы же тоже в России, вы платите за воду, если вы в ресторане заказываете воду. И здесь тоже. Но тут многие парижане не заказывают платную воду, они заказывают вот эту бесплатную карафдо, графин с водой. В общем, тут, смотрите, народ гуляет. Хотела вам показать амбьянс. Видите, все сидят на открытой террасе. Кстати, если на площади Сакрекер, там на площади Тертер, там больше туристов, а здесь больше местных. Видите, наслаждаются жизнью. Вы не... Ну, я думаю, в любой другой стране, даже в Италии, я помню, была там, вода была платная. Вот. А в Париже бесплатный хлеб. Вот. Париж дорогой город, но, к счастью, здесь вам бесплатно выносят хлеб, если вы что-то заказываете, потому что в Италии даже за хлеб надо платить и бесплатно выносят воду. И отсюда, посмотрите, тоже красивый вид открывается, и немножко там, правда, такая дымка, я не знаю, насколько вы увидите. Вдалеке видит позолоченный купол дома инвалидов. Так, вы видите, следующую экскурсию мы подумаем. Я думаю, что можно там сделать экскурсию или по острову Сете и еще более подробно рассмотреть. Можно по латинскому кварталу студенческий, очень интересный квартал. Посмотрим Сарбону, Люксембургский сад. Можно по средневековому кварталу Море, тоже интересно. Можно по кладбищу Перлашес. Так что, вот, кстати, написать, какие у вас есть пожелания. Вот, мы их учтем и будем путешествовать, пока, видите, мы все не выездные. Я вам, кстати, хотела показать. Мы сейчас с вами находимся на улице, которая называется улица Трех Братьев. И вот, посмотрите, в доме 56 жила по фильму Амели, может быть, вы смотрели такой фильм Амели с Монмартре. Вот это Амели как раз жила вот в этом доме и посмотрите, рядом к этому дому присоединена лавка. Вот тут я вам хотела показать вырезки из этого фильма. Там играла Одри Тату. Кстати, этот фильм, он вошел в сотню самых он вошел в сотню самых бонжур в сотню самых лучших фильмов не на английском языке. Вот, посмотрите, вот Амели, она работала в кафе две мельницы. Это кафе ближе находится к Мулин Руш уже. И вот, видите, вот такая жопе фильме анпелы. Мерси. Бонжур. Я вам хотела показать тут основную открытку. Вам нравится этот фильм. Он на самом деле такой своеобразный. Он у меня наверное зашел только с третьего раза. Но когда он идет, он очень классный. Я рекомендую его посмотреть. Видите, как раз как она работает. И вот здесь сейчас я вам покажу его. Жамель. Я не помню, как его точно. Вот сейчас мы посмотрим сбоку. У него рождение. Вот. И вот посмотрите, вот так называется эта улочка. Улица трех братьев. И видите, тут художники придумали таких трех обезьянок. Трех братьев. И здесь есть еще одна интересная лестница. но я не пойду туда, потому что там пропадет связь. Видите, тут много лестниц спускающихся вниз. Да, все верно, Наталья, она еще играла в фильме Коко Шанель. Все верно. Вообще такая она интересная очень. Не знаю, мне она нравится. Это актриса. Такая у нее немножко атипичная внешность. Вот. А мы сейчас с вами снова вернемся на площадь, откуда открывается очень красивый вид на город. Жамель Дебус его, по-моему, зовут этого актера. Он очень известный. Он у них еще играет, вот он, видите, в их комедии клав. У него, кстати, небольшая проблема с рукой. Он инвалид, но он очень известный. тоже тут во многих фильмах играет. Кстати, если вам понравилась экскурсия по Монмарту, я вам даже рекомендую пересмотреть этот фильм, потому что вы в этом фильме увидите места, которые мы сегодня с вами посетили. Друзья, мы уже с вами практически закончили. Я просто на самом деле внизу плохая связь. Я боюсь даже туда спускаться, чтобы нас неожиданно не вырубили. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, видите, народ наслаждается жизнью. Вообще, главный глагол в языке французов это профите. Его немножко сложно перевести, но можно, знаете, как его перевести, пользоваться случаем, шансом, который подарила вам жизнь. И вот они во всем стараются профите. То есть из всего извлекать какую-то пользу, кайф. Вот видите, сейчас утром было пасмурно, сейчас выглянуло солнышко, они все сидят и наслаждаются жизнью, что-то пьют. Тем более кафе-то они не посещали где-то три месяца, и сейчас такая вот возможность выпала посидеть на террасе. В воскресенье или в субботу я здесь была, тут вообще все было забито. Вот, может быть, я давайте сейчас посмотрю, какие-то я пропустила вопросы ваши. Если я что-то вдруг пропустила, то переходите тогда в мой инстаграм, можно там оставить под последним постом ваши вопросы, я обязательно отвечу. Тут кто-то хотел скутер посмотреть, но я уже от него, наверное, ушла. Да, кафе у нас открыли, только террасы. Вот, и я вас всех благодарю за внимание. еще раз напоминаю, что можете присоединиться, да, если вы есть в инстаграме, к моему инстаграму. собака Елена, нижнее подчеркивание, гид Пэрис, и там вы найдете много всего интересного. Да, кстати, трансляцию я сейчас сохраню. Да, Маруся, не расстраивайтесь, что вы поздно присоединились, трансляция будет сохранена, так что вы сможете ее пересмотреть. вот, и мы будем стараться вас радовать новыми экскурсиями. Нет у вас больше никаких вопросов? Да, вам тоже всем большое спасибо за внимание. Сейчас я вот так разверну. Вот, всем большое спасибо. Собака, да, смешно. Вот, и до новых встреч. Вы мне не написали, что вы хотите. Да, вот, Виталий всем нам желает профи-те. Я вам тоже, у нас сегодня вторник, но завтра рабочий день у многих, но все равно. Сейчас вот я знаю, на европейской части России установилась отличная погода, даже теплее, чем у нас, у нас похолодало здесь. Так что наслаждайтесь летом, и мы будем надеяться, что границы совсем скоро будут открыты, вот, и вы сможете приехать в Париж, потому что Париж, это, конечно, на самом деле наркотик, тот, кто здесь побывал, возвращается домой, и у кого-то через два месяца, у кого-то через три начинается ломка, все хотят в Париж, то есть ни в какой другой город не хочется так вернуться, как в Париж. Да, вот пишут про современный район Ля-де-Фанс, там, в принципе, тоже очень интересно, можем там тоже как-то с вами погулять, и вообще, например, в 90-е, в начале 90-х годов, когда туристы многие приезжали в Париж, вот этот Дефанс был обязательным местом посещения. Да, у нас, кстати, не было еще, у нас вторая экскурсия на Чек-эн-тайм, не было еще и площади Согласия, у Лувра мы были, но мы можем что-то другое посмотреть, потому что у нас сейчас открыли и сад Тюлери, вот спрашивают Морей Латинский Квартал, да, вот и Люксембургский сад, и спрашивают про экскурсию, связанную с модой, да, это тоже можно что-то придумать там, и с Коко Шанель совместить, поэтому в Париже, конечно, даже те из вас, кто были, вы всегда всегда есть что новое, что посмотреть, то есть Париж вас всегда будет удивлять, и вы каждую свою поездку что-то будете для себя новое открывать. Вот, друзья, я вас всех благодарю еще раз за внимание, хорошего всем вечера, переходите в мой инстаграм, и до новых встреч, до новых экскурсий. Да, можно начать с Триумфальной Арки, дойти до Собора, так тоже можно, правда, это у нас по времени немножко больше, ну, в общем, ее можно поделить, эту экскурсию, и вот эту часть, это тоже интересно. Да, большое всем спасибо, друзья, мне очень приятно, да, всем спасибо, я тогда с вами прощаюсь, хорошего вечера, и до новых встреч, крепкого здоровья. Да, можно начать с Триумфальной Арки, дойти до Собора, так тоже можно, правда, это у нас по времени немножко больше, ну, в общем, ее можно поделить, эту экскурсию, и вот эту часть, это тоже интересно. Да, большое всем спасибо, друзья, мне очень приятно. Да, всем спасибо, я тогда с вами прощаюсь, хорошего вечера, и до новых встреч, крепкого здоровья еще вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok